Так, ну что, спортивный костюм, всё это требует стирки, я специально так подгадала эти примерки, чтобы потом залезть в ванную после прогулки с бусиком и привести себя в порядок. Нужно голову красить и делать новый маникюр. Кстати, это мои натуральные ногти, уже обычный такой лак держится неделю, но всё равно его нужно обновить. Так, идём, бусик уже не может дождаться, пойдём, малыш. Так, вышли, у нас плюс 18, хочу показать, как нарциссы мои распустились. Вот, разные-разные, там жёлтенькие, там беленькие. Только два цветочка? Странно, тюльпаны лезут. Так, я должна за собакой смотреть. Вот нарциссик, не знаю, может их полить нужно. А вот это вот всё уже требует тоже чистки и уборки. Вот это вот всё. У нас плюс 18, я сказала или нет? Пойдёмте. И будет дождь. Что я хочу сказать? Сова я. Не моё это вставать по утрам. Вот, как я уже сказала, проснулась сегодня в 6. Поднялась с постели где-то пол седьмого. Тучки идут. И целый день хочу спать. И знаете, когда я встаю позже, часов в 10, в 11, соответственно, засыпаю 2-3 ночи, мне как-то легче. Потом я целый день могу работать, чувствую себя бодрячком. Если хорошо, высплюсь. И до поздней ночи. А сегодня вроде бы поспала свои 6 часов. И всё равно мне как-то так неприятно. Вялое, сонное, заставляю себя что-то делать. Но это ж ненормально поздно просыпаться, понимаете? Многие люди живут, кстати, за таким графиком. Не нужно говорить, что все у нас жаворонки. Многие люди работают в онлайн. Многие вообще не работают. Многие имеют свободный график. Или даже после обеда идут на работу. Но как-то, мне кажется, если рано встаёшь, то больше успеваешь и день дольше. Цветочки полезли разные. Но вот мне нехорошо. Никак я не могу привыкнуть к ранним вставаниям. Муж на работе. Муж у меня умничка. Тьфу-тьфу-тьфу. Сегодня ему пишу. Бусю выгулял. Начал оправдываться. Говорит, у меня там красная зона была. Иди сюда. Плюс 7 долларов. Я, говорит, за одну милю заработал там 11, что ли, долларов. Ну, он старается. Ну, как бы... Я ему сказала, выгуляй сначала собаку. Потому что Буся сразу бежит ко мне. Не хочет даже во двор выйти. Я же, по-моему, рассказывала это. Сидит, папку ждёт около окна. Буся, не лезь к этим столбам. Давай, вали. Я сказала, вали. Муж мне, как бы, возразил, что эти столбы чем-то должны обрабатываться. Но я смотрю, они все поеденные всё равно. Мы с Бусиком дня три, наверное, не гуляли по нашему двору. Мы же всё ездили. А муж, когда был выходной, то я его просила с Бусиком погулять. Так что я уже три дня, наверное, с Бусикой не ходила. Надеюсь, что дождь нас не замочит. Соответственно, три дня не слушала английский. Сегодня услышала знакомое слово и напрочь забыла, что оно обозначает. Хотя сто раз я это слово учила. Ой, блин. Такая память дырявая. Так, девочки, мальчики, жду ваших... Ну, мальчики. Навряд ли жду советы. Ну, а вдруг, может, мальчики смотрят. Советы, что оставить, что вернуть. Я бы, если бы уже вынуждена была возвращать... Вообще, хочу всё оставить, честно говоря. Но если бы вынуждена была возвращать, то, наверное, белый сарафан, фиолетовое платье. Как-то оно не очень сидит. Может быть, даже вот это клетчатое пальто без подкладки. Красное. Может быть, этот свитерок полосатый. Вернуть. Даже не знаю. Потому что муж, когда узнал, какую цену я заплатила, блин, в этом магазине. 600 баксов. Это типа поехала ему подарок делать, да? Это у меня называется «Сделать мужу подарок». Гуся, стоять машина. Ему купила пару рубашек. Сколько? Четыре рубашки, да? Фактически. Туалетную воду купила. И конфеты. А себе вон сколько барахла накупила. Он как узнал, сколько я отдала в магазине денег, разозлился, говорит, все, возвращай назад. И мое тоже. Ну, потом его попустила. Он говорит, перебери хотя бы свое барахло. Ну, вот я сегодня перебрала. И что? У меня следующий этап чистить шкафы, потому что у меня много вещей. Две кладовки забито. И мой шкаф в спальне. Полностью все забито. Там много вещей новых. Но они мне впритык. А я уже как бы не в том возрасте носить все в обтяжку. Хотя мой муж совершенно другого мнения. Он думает, что я все еще секси-девочка. Он мне подарил в прошлом году черное маленькое платье трикотажное в обтяжку. Я его так ни разу не надела. Может быть, хотя бы в этом году выгуляю. Мой муж хочет, чтобы я носила все коротенькое, сексуальное. Вот так вот. Все мужчины, пожалуй, одинаковы в этом плане. А я себе, видели, чего накупила. Все широкое, длинное в основном. Унисекс. Абсолютно бабские наряды. Кстати, сейчас это модно. Я смотрела даже широкие штаны. У меня есть огромные широкие штаны. Вельветовые. Микровельвет такие. Очень модные и очень дорогие в Украине. Я покупала. Собьюсь немножко с тем и хочу показать. Вот эту красоту. Все это скоро-скоро облетит. Посмотрите, какие пышные цветы. Я не думаю, чтобы вы устали от такого видео весеннего. Как может это не нравиться? Посмотрите, какие деревья. Два дерева. Так вот, вельветовые штаны я ни разу здесь так и не выгуляла. Что-то это деревце не расцветает. Нет, пустила уже листочки. Это, по-моему, тоже магнолия, Буся. Надери. Так. Бусик по заднице получил. Шли по дороге. То ли колбаса какая-то валялась, то ли какая-то хрень. Маленький кусочек. И он моментально раз языком слезал. Я как треснула ему. Это вообще ужас. Такого давно не было. Но я бью его по голяшке, скажем так, поляшке. Это позволено в плане дрессировки. Потом идем. Два шага сделали. Опять этот маленький кусочек валяется на асфальте. И он опять носом тыкнулся. Я как нарала на него. Я не знаю, что это такое. Рядом. Потом говорю рядом. Иди рядом со мной. Все понимает, когда хочет. Так что вот так вот, девочки. Все время нужно за собой следить. Возвращаясь к теме. Мужчине в этом плане намного-намного проще. Сколько женщине нужно времени, чтобы даже живя вот в таком вот селе быть ухоженной. Кстати, женщины здесь у нас многие ухожены. Красиво стараются одеваться. Ярко. Особенно вот черные женщины. Они за собой очень следят. И ресницы накладные, и такие модницы. Яркие одежки всякие. Модные. Кроссовки, обувь. Или там лосины такие, знаете. Ну, не такие, как у меня. Подороже. И вот мне тоже сейчас и купаться, и голову красить, и маникюр, педикюр. Ну, в общем, дурдом. Поэтому, кто бы что ни говорил, это тоже труд, который нужно учитывать. Кстати, дождик капнул. Я надеюсь, мы успеем погулять. Слышали новости, какие по Трампу? Там ему дело шьют. Так сказать, предъявили обвинение. С Китаем напряжёнка растёт. Теперь с этими цифровыми деньгами непонятно что. Такую панику пускают в соцсетях. Советую все свои сбережения снимать. Потому что банки рухнут. Ну, есть такие блогеры, которые верят в заговор, в глобалистов. Я всё стараюсь пропускать через сито. То есть, искать какую-то среднюю величину в этих всех аргументах. Но с банками немного напрягает. Я вот уже говорила, что даже есть там, если там небольшие сбережения, у меня муж говорит, что Буся, стой. Муж говорит, если там, например, у кого-то миллионы, то они могут пострадать. А если небольшие какие-то сбережения, то как бы должно быть пофиг. Я считаю по-другому. У кого наоборот, миллионы, те как раз и выгребут. А у кого небольшие сбережения, будешь я стоять. Уже столько детей бегают. Понимаете? То надо задуматься, как бы их спасти и сохранить. Ой, в этом беспределе. Боже, машина остановилась, пропускает меня на перекрестке. Я поднимаю руку, знак благодарности. Слышу, меня кто-то зовет. А там сидит мальчишка лет 10 и кричит мне, какая собака. Мама, естественно, за рулем. Я говорю, кокер. Вон, что, что? Ну, у них кокера, видимо, иначе немножко звучит. А мама переспрашивает, говорит, как-то по-английски, но с акцентом, как бы, да? Не кокер, как-то по-другому называет. Я говорю, да, да. И так перенервничала. У меня телефон, блин, падает из рук. Хорошо, что в футляре и падает на асфальт, не разбился. Бузька сейчас стриженый, стильный, и все спрашивают, какая-то порода. Вот мы даже ездили на вишню. Все говорят, как по-английски, кью, кью, да, симпатичный, мол, если ему делали комплименты. Наверное, меня не слышно, ветер поднялся. К тряпкам вернемся. Значит, какая ситуация. Я же имею карточку в этом магазине Marshalls, да, это кредитная карточка, открывается. Муж мне открыл эту карточку, и система такая, что потом, через месяц, приходит счет, и ты оплачиваешь. я когда сказала, что я сама заплатила эти деньги, то есть у меня была полная уверенность, что я мужу даю деньги наличные, ну, то есть у меня есть некоторые деньги на сбережении. Думаю, пойду из банка сниму и мужу отдам, чтобы он оплатил этот счет. И знаете что? Получается так, что каждый раз муж говорит, что да не надо мне там твоих денег, я сама оплачу этот счет, понимаете? То есть он надеялся опять же этот счет оплатить. Сам видим, фу, отказаться от моих денег. Вот. И вернее, но получилась большая сумма, поэтому он психанул. В общем, не знаю, я ему предложу свои деньги, чтобы он оплатил кредитку. Возьмет он или нет, я не знаю, потому что мы вот ставили видеосистему, тоже я его заставила поставить, эту видеосистему, говорю, я тебе дам свои деньги. Тоже мы покупали по кредитке. Ну и потом мой муж оплатил все это сам, в результате. Так что вот такой у меня муж благородный, но сейчас как бы у него все получается впритык, потому что он же платит налоги еще, которые ему разбросали помесячно. А если бы он заплатил всю сумму по налогам, то получилось бы там весьма внушительная сумма. Гуся, что ты там нюхаешь, нервируешь меня, что я слова забываю. Одна половина головы работает на то, чтобы сказать что-то, другая половина куда-то. Так, дождик начинается, не на шутку. Гусянька, пойдем. А с этим тряпьем, знаете, насколько все зависит от образа жизни. Я же почему покупала? Сначала приехала голая босса сюда в США. Потом я работала на клининге какие-то старые футболки. Потом сюда переехала, знаете, тоже у меня там пару вещей было еще из Украины. Ну, буквально там пару кофточек таких легких. И все. И, представляете, я перешивала мне на клининге такие толстые. мусульманки, индианки понадавали тряпья всякого, юбки какие-то, широчезные какие-то, блузки. Я перешивала здесь, когда уже в Мериленде была. И только потом меня муж, нет, сначала его дочь, потом уже мой муж показал, говорит, поехали, я тебе сделаю подарок, что я начала себе покупать какую-то новую одежду. То есть это вообще не сразу было. Потом вот это, что он мне сделал карточку, и я начала работать. Я работала в школе, и, естественно, старалась туда тоже немного приодеться. Потом я имела частные уроки по музыке, ездила к своей подруге. Сейчас уже этих уроков нет, дети выросли. Вот. Ну, в любом случае, несмотря на то, что уроки стоили дешевле, скажем так, рыночных цен в Вашингтоне, я старалась красиво одеваться, каждый раз что-то новое прикупала себе, а сейчас я опять не работаю. И вот как бы я думаю, во-первых, нужно шкафы поосвобождать, там половина одежды будет в мешках храниться, скажем так, может быть я или похудею, или кому-то подарю, может быть даже дочери захотят, чтобы я им отправила свою одежду, которая мне тесновата. Это все новое совершенно. Часть одежды пойдет в мусорку, а часть одежды возможно я отправлю в магазин Гудгил есть здесь. Ну, или скину здесь корзины есть для одежды. Поэтому шкафы почистятся. Ну, и вот сейчас зачем я новое покупаю, знаете, уже привычка такая. Вот хочется, хочется все равно что-нибудь новенькое и приходится все равно менять гардероб. Ну, вот, например, если я буду ходить все время в одном и том же, что возможно, в принципе, то есть, ну, всем плевать здесь во что-то одета. Я здесь не ищу ухажеров, как бы все время могла ходить вот так вот в одних и тех же штанах и в кофте. Но мне от этого будет очень скверно. И поэтому вот такая дилемма. С одной стороны, как бы, вот эти все платьишки носить некуда. С другой стороны, надо бы себя подбодрить. Потому что, ну, куда эти деньги хранить? Ну, что? Ну, что? Такое в мире творится? Ну, в общем, я не знаю, как-то так растерялась. Фу! Всякую дрянь нюхает. жду вашего совета. Буся, давай, обойдем, иди сюда. Хочет на траве побыть. Как бы вы поступили, ну, платежная способность, конечно, она у людей падает. такие времена настали, инфляция. И вот я не знаю, или сохранить денежки и свои мужа, или как бы все-таки сделать эту покупку и уже воздержаться, ну, по крайней мере, до конца года. Не знаю. Ладно, спасибо, что вы слушали, погуляли со мной, вы слушали мой монолог. Да, Бусяненька? Всех? Так, настроение хорошее, дождик нас не замочил, а хорошее настроение, я стараюсь вам рассказывать об американцах, которые живут рядом со мной, недалеко от меня, насколько они приветливые, фу-фу-фу, слава богу. вот сейчас стоим на перекрестке тоже и напротив девочка, мама молодая, такая худышка и с колясочкой, знаете, а в коляске малюсенький ребеночек. Я стою на нее и думаю, блин, почему никто не останавливается? Вот машины меня пропускают с собакой, а эту девочку хоть бы кто, хоть бы один хрен, блин, остановился. И я на нее смотрю, думаю, ну, наверное, она злая, а она это самое, переходит через дорогу и вообще не знаю, кто она, откуда она, где она живет. Просто гуляет с колясочкой и поворачивает голову, такая приветливая, улыбается. Потом опять же пошел сосед, большая собака у него, я ему показываю. Ну, он хотел как бы обходить нас, а я говорю, не спеши, мы через дорогу перейдем. Вы садись сюда. И сейчас тоже идем. Женщина тоже улыбается впереди с собачкой, говорит, привет, привет. Я уже так, чтобы ей подыграть, говорю, розовая собачка, розовая дотя и розовая мама. В смысле, у собачки была шлейка розовенькая, мама в розовой кофточке. Такие люди приятные. Вот сразу повышается настроение от каждой улыбки. Вот. Поэтому не ленитесь улыбаться, говорить добрые слова, комплименты. и у вас на душе будет хорошо. Другому человеку приятно и вам хорошо на душе. Так, будься домой не намерен идти, я так чувствую. Сейчас обойдем еще здесь немножко. Так что спасибо, что с нами прогулялись. Видите, как тут идеально все сделали. Копали яму, ремонтировали канализацию. Я показывала в своем видео. Все залатали. Ребят, всем привет. Что я хочу сказать сегодня. Вот это вот дерево, это моя невеста, это дерево зацветает и оно как бы расцветет где-то в середине апреля. сейчас только листочки, лепесточки распускает. И у нас вечер, еще не ночь, птицы поют. Понимаете? А это мой пес Бусик. Только что он лежал на папином кресле, пока мама монтировала видео. Да, он мирно лежал, а до этого разбросал свои игрушки, которые я пособирала. У нас собирается дождь. Он нашел свою любимую игрушку. Сейчас покажу. Вот это любимая Буськина игрушка. Буська, это мой пес. Вот он прибежал. Пошел пописал. Садись, садись сюда. Он вот здесь любит сидеть. и ждать меня, пока я сделаю видео, и пока мой муж вернется с работы. И вот я думаю, что для счастья нужно в принципе? Совсем немного, совсем немного, чтобы все были здоровы, чтобы мы слышали, как птицы поют. И кому нахрен вообще нужна эта блядская война? Неужели они не могут нажраться? Неужели им денег их мало? Я не могу понять. Для счастья нужно совсем небольшое, чтобы все были здоровы, чтобы птицы пели, чтобы рядом был верный пес, надоедливый. И чтобы деревья пускали свои корни в эту прекрасную землю. Для счастья на самом деле очень мало нужно. Да, бусинка? Мой милый пес, лежит свои яйца и балдеет. Вот оно счастечко. Ты мой сладкий. Бусик желает всем хорошего настроения. Подписывайтесь на наш канал. С любовью из США увидимся. Пусть будет все хорошо у вас. даже замечательно.